Детское радио представляет Сказки народов мира О чем думает белый слон Айравата Индийские сказки Медленно идет по дорогам Индии белый слон Айравата У него четыре бивня и семь хоботов Он храбр в сражении, неутомим в походе И может творить чудеса Сначала времен живет на свете Айравата И многое знает Часто он приходит на берег великой реки И там всем, кого встретит, рассказывает сказки В этот раз расскажет он историю о находчивом сироте Жил в одном селении человек по имени Лакшман Ни отца, ни матери у него не было Круглый сирота Захотелось ему вольной и счастливой жизни Пошел он в город Идет через джунгли Вдруг слышит, кто-то огромный сквозь заросли пробирается Деревья по дороге ломает Не иначе, как слон к водопою идет Бросился Лакшман к дереву И только успел на него забраться Как на тропинку вышел великан Черный, словно сажей вымазанный Волосы дыбом, на лбу рога Из пасти клыки торчат Когти на руках длинные и острые Рычит так, что уши закладывает Протянул великан лапу к Лакшману А тот не растерялся и как закричит Если ты сейчас же не уйдешь Я на тебя натравлю того, кто у меня в кармане сидит Удивился великан Кто может сидеть в твоем маленьком кармане? Сунул Лакшман руку в карман Вынул с зеркала и показал великан Увидал великан перед собой страшилище Рога на лбу, лохматые, глаза красные от ярости Перепугался, упал на колени Пощади меня, я тебе еще пригожусь Договорились, сказал Лакшман Являйся ко мне по первому зову Возьми мой волос, сказал великан Если я тебе понадоблюсь, подпали его И я сразу появлюсь На том и порешили Отправился Лакшман дальше в город А в этом городе жил силач Кто бы против него не вставал бороться Любого побивал Царь объявил большую награду тому Кто победит силача Услыхал об этом Лакшман Крикнул Я его одолею Куда тебе? Смеется народ Ты тощий да слабый Но Лакшман стоял на своем Пока все собирались смотреть бой Юноша подпалил заветный волос Явился великан Сделай так, чтобы силач меня не поборол Приказал Лакшман Великан кивнул И исчез Начался бой Силач замахнулся Да самый упал на землю Больше не встал Обрадовался царь Щедро наградил Лакшмана Поставил его главным над всеми своими воинами Барба Барба Популярна в Индии С деревни времен Барба на хиндии Мали йодда Сейчас Правду говорят Кушти Зажил Лакшман привольно Но тут пронеслась весть Что в джунглях злой тигр появился Никто с ним сладить не может Царь позвал к себе Лакшмана Велел привезти этого тигра во дворец Он сам к тебе прибежит Сказал юноша Подпалил он волос великана Тот явился Поймай и приведи мне злого тигра Приказал Лакшман Утром царь вышел на балкон Видит тигр к его дворцу бежит Хвост поджимает Обрадовался царь И назначил Лакшмана своим советником Вот мой первый совет тебе, царь Сказал Лакшман Распусти армию Царь так и сделал Прознал правитель ближайшего царства Что у соседа армии нет Собрал войско и пошел войной Испугался царь Так и царство лишится недолго Позвал Лакшмана Что хочешь сделай От вражеского войска меня избавь Сказал и поставил юноше на лоб тилак Тилак Отличительный знак Который рисуют на лбу глиной Или сандаловой пастой Это знак благословения Подпалил Лакшман волос заветный Явился великан Сделай так, чтобы на нас никто не нападал Великан кивнул Как только вышло вражеское войско на поле Густой туман опустился Заблудились в нем солдаты Так с тех пор и бродят в тумане И царство это никто больше не беспокоил Зажил наконец Лакшман Привольно и счастливо Как и хотел с самого начала Повторяем Запоминаем Сегодня мы узнали Несколько новых слов На языке хинди Уши Кан Барба Маллиюд Или кушти Когда хотят благословить человека На важные дела На лоб ему ставят Специальную отметку Точку, которая называется Тилак Сказки народов мира О чем думает белый слон Айравата Индийские сказки